1xbet – надёжный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. На мой трудный момент в жизни, когда я получил травму, болельщик всегда написал поддержку меня. Я приехал в аэропорт, сопровождал меня в Германии, и это был, не знаю, очень такой момент, который я очень вспомню, и всегда буду помнить в моей жизни. Знаете, начинается во всём, ну, игра, у нас определённое соревнование по игре, кто первый, это, заплачет. Андреас. Да, конечно же, это было 5 фантастических лет, это лучший момент в моей карьере, и вы были очень рады со мной и моей семьей. Я вернусь, я надеюсь, что вы играете в Champions League, и вы всегда будете в моём сердце. Да, конечно же, будет по вам скучать, все эти 5 лет, это его лучшие годы в карьере, и когда он в другом клубе будет играть, будет смотреть, как наш клуб будет играть в Европе, в Лиге Европы, Лиге Чемпионов, и всегда мы встанемся в его сердце. Как нападающему нашему, каким счётом мы должны победить вместе с вами, с Рубином? Спасибо. Давай, Жалзиня, отвечай, с каким счётом мы победим и сколько голов ты забьёшь. Сим, нет играл, сим, голов забьём. Ну, если будет 1-2, будет хорошо. Главное, что победа будет за прекрасный сезон, за продолжение меня и Андрей, и за праздники, за нас, за все болельщики. Это закончится с победой. Я буду делать мой job, мы будем держать эту серию, и тогда мы победим. И, возможно, Анжи сделает чудо и победит против ЦСК, так что мы получим в Лиге Чемпионов. Я сделаю всё от меня завищееся в обороне. Сиграем на ноль. Жозеф будет один гол на падении, выиграли 1-0, и надеемся так же, что Анжи победит ЦСКА, и мы пойдём в Декушку Мьёнов. Ребят, а кто здесь еще за то, чтобы вы в воскресенье победили, руки вверх поднимите? А вы еще с телефоном, руки вверх поднимите. Вы теперь уже все за то, чтобы давать вот этот молодой человек вот в этой плечественной рубашечке. Красавчик, у кого из пророживания? У меня вопрос для двух игроков. Меня зовут Тимур Тихос. Вы будете болеть за красный танк, когда уйдете? Я все в курсе. Так, конечно. Нет, вопрос хороший, молодец. Давайте поаплодируем этому кореньку. И вот теперь вот девочка, которую папа держит на плечах. И ничего, какие у папы. А вы же сами стоят на самом деле. Давай. Меня зовут Анжелика. У меня вопрос. Будете ли вы приезжать в Краснодар? Вот такой вот вопрос, Андреас. Но в Тимур Тихос ты точно приедешь. Он в Краснодар. Я буду возвращаться. Скорее всего, не в качестве игрока, но просто приезжать, болеть, смотреть, как клубы играет. Да, я сам, ну, наверное, почас, потому что я живу здесь, поэтому я приезжаю точно. Ну, на самом деле, вы же все знаете. У тебя же прописка какая? Краснодарская. А Андреас Гранпис, он же спортивным директором будет своего клуба, правильно? Он будет сюда приезжать и смотреть наших талантов. А вот если в Швецию его забрать, Андреас, на матчи не ходите, молодежки, на взрослых ходите. Так, дальше у нас что? А где у меня мой друг? А, вот, вот, красивая девушка в красивой жилеточке. Давайте. Здравствуйте, дорогие игроки Краснодара. Я сама родом из Донецка, ДНР, поэтому выросла на футболе Донецкого шахтера. Передаю вам привет от этой команды. И у меня, естественно, вопрос. После того, как закончится ваша игра в России и в Краснодаре, не хотели бы вы сыграть за Донецкий шахтер? А вы, я так понимаю, спортивный директор Донецкого шахтера, который с собой имеется, то есть вы же, как у нас есть, мы подпишемся. Подпишем. Я не знаю, что вы будете отвечать, отвечайте. Ну, для меня сложно сейчас отвечать на это вопрос. У меня еще контракт, через два месяца, через месяц закончил. Поэтому после этого я могу сидеть и разговорить с другой командой. Буду ждать. И ждать. Я, ну, все это проще скажу. Хотелось бы посмотреть на контракт. А в начале даже поговорить. Андреас, шахтер не хотел бы? Для меня это было Крацнодар, а это было Швейден. Это было Швейден. Я не буду играть в Швейден. Для меня был выбор. Либо остаться в Краснодаре, либо в Швейц. Нет, шахтер, я играть не буду за него. А вот смотри, да, вот этот вот молодой человек, который сейчас просит, а потом он, который в желтой курточке. Договорились? Я тебя вижу. Давай. Здравствуйте, меня зовут Матвей. Я хочу задать вопрос Жеозиню. Какие футбольные качества должен иметь футболист, чтобы добиться успеха? Такой успех, которого добился ты. Надо тренироваться хорошо, надо слушать тренинг и задания, которые тренер просят на поле. Поэтому самое главное. Он просто молодой, он хотел спросить, то есть сколько раз в клуб в неделю можно ходить? Каждый день Швейден говорит, тогда будет все хорошо. Итак, кто там у нас? У нас вот этот молодой, давай, давай, давай. Здравствуйте, у меня несколько вопросов. Ну, ничего себе, давай. Жеозиню. А было ли у вас, когда вы играли, такое чувство, что вы не сможете уже забить пол, но внезапно забивали? Нет, никогда, потому что я верю в себя, я верю в свою команду. И мило себя, когда я думаю, что вы будете забивать до конца, до сестого судья, мы должны бороться и верить, что вы будете забивать. Самое главное, конечно же, верить. Да, вот там вот парочка стоит. Вы в один голос будете спрашивать? Я сама скажу, меня зовут Елена. Я хотела сказать большое спасибо, огромное спасибо обоим игрокам. И хотела сказать, Андреас, мы уже купили билеты на матч Германия-Швеция в Сочи. Так что смотрите игроков, болельщиков с огромным флагом Краснодар. Мы будем болеть, будем вас поддерживать. До встречи в Сочи. Хорошо. Вопрос, вопрос можно задать? Да задайте. Андреас, вы самый потрясающий капитан, который только можно пожелать любому клубу. Как вы думаете, возможно ли, чтобы у этого клуба был такой капитан, как вы? Спасибо. Я не знаю, что он сейчас вообще сказать может. Спасибо. Уф, difficult. Мы имеем хорошие игроки и хорошие персонажи. Это важно для нового тренера, чтобы решить, кто будет капитан. Это важно для него. Тяжелый вопрос. У нас очень хорошие игроки, как личности. Они могут повести за собой команду, но решит все главный тренер. Он назначит нового капитана. Ну, а ты в своей новой команде тоже капитаном будешь? Конечно. Конечно. Итак, кто у нас дальше? А вот парень за Нойбекой. Давай, молодой человек в желтой кепке. Зеленую в следующий раз надел. Хорошо? Хорошо. Я хотела задать вопрос Андрею Граджу. Сколько голов в спинах он забивал? Спасибо большое, Андрею сейчас скажет цифру. Я не знаю, может быть, между 10 и 15 в моей карьере. Я не помню за карьеру где-то между 10 и 15. Ну, в общем, нормальное количество для защитника. Я просто помню, Андрею, вот когда ты играл за Жену, окажется, как-то обводил там всех от своей штрафной. Олан. А, в Каланде. За Херенгвен. За Херенгвен, да. А Жоу Зиню, между прочим, вот если, например, вы бы задали вопрос. Жоу Зиню, ты хоть раз 11-метровую промазал? Один раз? Нет? Подожди, ты никогда не мазал 11-метровую. Все. Так, все эти, вот знаете, как, помните, как вот люди в черном, да? Вот сейчас смотрим сюда, все забыли. Жоу Зиню, ты хоть раз мазал с 11-метровой точки? Нет? Вот видите. Так, у кого дальше вопросы? Вот там вот, давай, давай, все видимо. У меня вопрос к двум игрокам. Вы хотели бы вернуться в качестве главного тренера Краснодара? Может быть, никогда не знаю, что произойдет. Но мне нужно будет подучить русский язык, потому что президент говорит только по-русски. Но, вот на самом деле, мне кажется, здесь есть доля определенного, определенной неправды. По-русски ты понимаешь все. Если бы ты не понимал, то ты бы не смеялся, да, над твоими вопросами. Вот. И говорить-то ты тоже кое-что, наверное, можешь. Правильно? Словечки знаешь, которые в школе не изучают в российской? Only 5 в городе. Только плохие слова я знаю. Все, но мы их сегодня произносить не будем, потому что дети есть. Так, давайте, давайте, давайте. Вопрос к боям игрокам. Спасибо большое вам за вашу игру в Краснодаре. Ну, хочу сказать от имени болельщиков так, что вы для нас давно-давно стали своими. То есть вы не Андрес и Рама Жозинья, а Андрей и Жора. Так как вас и кричат, и зовут очень всегда. Вы навсегда останетесь в нашем сердце. Тут даже вопросов никаких нет. А что вы увезете из России? Что у вас в вашей душе останется после лет, проведенных в нашей стране? Я надеюсь, это частичка как-то уже и вашей страны. Пожалуйста. Давай Жозинью. Жорик, извини. Ну, я за это 7,5 лет в клубе, и я возьму там все. Души мои остаются здесь. Я буду всегда в этом клубе. Я очень сильно любил. И вот трудно стоять в моей жизни. Поэтому мы ждем, что будет дальше. Но всегда Краснодар будет на моей сердце. Я помню, что я приехал в клуб, который был очень молод. Я, конечно же, буду очень тепло вспоминать Краснодар. Это были незабываемые 5 лет здесь. И очень приятно, что я когда пришел в команду, это еще был молодой клуб, он только развивался, и мы проделали большой путь. Мы были средней командой, когда я появился в клубе. Потом мы стали одной из топовых команд. Даже болельщиков сначала на матч приходило 2 тысячи, сейчас приходят от 20 до 30 тысяч. И все хорошо относились к нему с первого дня. Поэтому я буду это очень хорошо вспоминать. Я это ценил. А давайте вот буквально 2 секундочки. Сейчас подождите, подождите, подождите. Мы уже сказали, да, что... Ну это свои ребята, Жорик и Андрей. Правильно? Правильно! Правильно! А у нас в России что говорят людям, которым благодарны? Спасибо! Нет, подождите, у нас в России так не говорят. Спасибо! У нас говорят все вместе, дружно и много-много раз. Давайте! Раз, два, три! Спасибо! 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 Это была репетиция. Потом еще наговоримся. Давайте, сдавайте. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хотела бы задать вопрос двум футболистам. Какое произведение, книга повлияла на вас больше всего и что читаете вы сейчас? Спасибо! Я не читаю книги, я только смотрю на фильмы. Я книги не читаю, только кино смотрю. А я тоже русские книги не читаю, а в российском тоже, но больше всего кино смотрю на русских. Ну тогда какие-то люди рассказывают. Давай! Да, Джей. Какой же ты последний мечтал? Русский? Тренер. Тренер? Да. Понравился? Да. Кому понравился Гренин? Кому понравился Гренин? Difficult. Окей, my favorite movie is Gladiator. So this is the movie I like. Тяжело сказать на этот вопрос, но самый мой любимый фильм это Гладиатор. Мне он очень нравится. Ну, кстати, похож на Гладиатора сам Андреас, да, немножко есть что-то общее. Итак, где у нас человек с микрофоном? А, ага, давайте, спрашивайте весом. Вопрос, вопрос же, а вы, извините, вспомнишь ли ты, когда нам футболку отдал вот эту? После какого матча это было? И счет. Ну, теперь уже тогда минуту на размышления. Я сильно не помню, потому что уже прошел года 4-5. Это был на стадионе Кубань, когда наказали Спартак 4-0. Ну, вот молодежь, да, пускай поспрашивает там. А ты зачем в перчатках пришел, друг мой? Вратарь, потому что, да? А ему вдруг холодно. Спрашивай. Помните, вы сколько раз слушали своего тренера? Помните, вы сколько раз слушали своего тренера? Нет, не слушали. А, не слушали, понял. Игроки должны слушать тренера в жердине, тренера всегда слушал. Андрес? Ну, понятно, он немножко не из таких, посмотрите на него. Давай, рассказывай, сколько раз ты не слушал своего тренера? Вот когда вот середина матча, а ты пошел в атаку. Я стараюсь всегда его слушать, потому что если не буду это делать, то он мне на лапку посадит. А сколько раз ты понимал? Спасибо. Давай, вот вы. Меня зовут Амир. А в какую вы команду пойдете? Матчуэч Тим Хелсинбург. Швецкая команда называется Хельсинбург. Ну, Жоузиню, по большому счету, уже ответил на этот вопрос. У него пока контракт с Карпанаром. Контракт завершится, и тогда уже будем варианты смотреть. Правильно, Жоузиню? Ну, чтобы... Ну, мы же реально сейчас тут все зальем. Давайте, у нас еще время есть. Мы еще давайте, еще позадаем вопросы. Немножечко, а потом уже. Давай, спрашивай. Почему вы его... Ой. Почему? Вы уходите из Краснодара. Ну, мы тоже же уже отвечали на этот вопрос, в принципе, да? Андреас уходит в свою родную команду. Жоузиню тоже говорил. Давайте, друзья, слушать все и не повторять вопросы для того, чтобы мы как можно больше узнали об этих игроках. Давай, жених, ты со звать, я так понимаю, да, сегодня сюда пришел? Где невеста? Дома, правильно, спрашивай. Здравствуйте. Меня зовут Матвей. Я хотел сказать всем спасибо игрокам. И хочу сказать... Жоузиня, поздравляю вас с рождением сына. Желаем, чтобы из него вырос хороший человек. А вам, Андреас, хочу задать вопрос. Вот вы капитан, и вы уходите. По-капитански. Кому бы вы отдали повязку? Если никого не найдешь, мне, давай, пригодится. Я тут разберусь с ними потом. Это тяжело, как я уже говорил. Это важно для тренировки. Мы увидим, кто будет здесь в следующем году. Но, может быть, Смола будет это. Может быть, Мартинович. Мы увидим. Я думаю, что все поняли, что ответил, да, Андреас? Да, тяжело сказать. Опять же, как он уже сказал, главный тренер будет решать. Но еще нужно посмотреть, кто к нам летом придет, кто останется в клубе. Но Смола, Мартинович, как-то не договорит. Давайте поаплодируем, друзья. И вот, знаете, коронная, да? Вот коронная фразочка, которая в речи Андреаса прозвучала. Он сказал, кто к нам придет. То есть, это же наши ребята, да? Давайте еще раз их аплодисментами наградим. Давайте сейчас спустимся вниз. Молодежь, давайте чуть попозже. О, давай, Россия. Здравствуйте, меня зовут Руслан. И у меня вопрос к Андреасу Гранквисту. Против кого было сложнее всего играть? Спасибо. Но он ответил не против какой-то команды, против кого из людей, из игроков тяжело играть. И вот он сказал, что в России очень много хороших игроков, но против Цюбы это всегда самое сложное. То есть, каждая игра против него, в какой бы команде он ни был, это такая битва. А теперь давайте еще вот такой, под вопросик. Андреас говорит, что против Цюбы было сложно играть. А сколько раз вы проиграли командам, в которых играл Цюба? Мы не потеряли Ростов, когда он был там. Ростов не проиграли. Нет. Я думаю, мы потеряли в доме, когда он победил один гол, я думаю. О, нет, я не потерял, но это было в Спартаку, когда мы потеряли. В доме проиграли в Спартаку только, когда он за них победил. Нет, просто я очень-то хорошо помню, вот я прям с друзьями в этом постоянно разговаривал. Дуэль, Гранд Квист, Цюба, ну, столько ценных победит Гранд Квист, потому что он единственный, наверное, из российских защитников, который знает прекрасно, как против Артема играть. Ну, такое дело, друзья, да? Так, про Зенит ничего не говорим, мы забыли, нет тут никакого Зенита. Давай, Зеленая. Да, всем здравствуйте. Здравствуйте, футболисты. Большое спасибо за плату, который мы внесли в развитие этой клубы. Вы, наверное, те, кто остались сейчас, с кем ассоциируются, как раз наш клуб. Большое вам спасибо за все эти победы, за все эти, ну, радостные моменты, которые вы доставили десяткам, тридцать тысяч людей. А вопрос такой, вы застали, если не ошибаюсь, четырех тренеров. И с кем было комфортнее всего? И почему? Как, если можно? А вы, кто близко? Спасибо. Не можем, не можем, не можем. Не можем, не можем. Не можем. Сосер бил хорошо по работе. Кажем я учился, с каждым тренером. Поэтому я левый брю там одного. Четырем для меня бил хорошо и бил приятную работу с ССЕ. Четырем. Ну, я думаю, что каждый тренер про жаржение тоже скажет самое, скажет. И вот посмотрите, посмотрите на него. Ну, как вот такой человек может какому-то тренеру не понравиться? Прекрасный, красивый, быстрый, с отверткой великолепной, с ударом классным. А вот этот хулигар. Пожалуйста, отвечай. Я только три. Но, как вы уже сказали, они были хорошие, разные типы тренеров, но все тоже есть три тренера. И мы уже развиваемся как команда, как игроки. Так что, все хорошо. И я думаю, что клуб сейчас в хорошем состоянии, с Муратом. И я думаю, что Крестман у нас есть хороший будущий. Он проработал с тремя тренерами. И, как я же говорил, Жорзини не может выбрать какого-то одного, с кем им было наиболее приятнее работать. При всех троих клуб проделал огромный объем работы, развивался. Все игроки тоже выросли, как и в Казани. Но играть, все-таки там было больше публики, которая их поддерживала. Именно в этом заключается мой вопрос. Все понятно. Отвечайте. Андрес. Жорзини, он такой перекинул стрелу. Это стрелу сложный вопрос, пускай капитан отвечает. Давайте сделаем так. Сейчас, Андрес. Секундочку. У нас дети нас задавали. У нас есть еще у взрослых людей вопросы? Вот у взрослых. У взрослых. Подождите. Ну ты не взрослый, не ври. Вот там вот, давай туда поднимемся. Вот там вот мужчина стоит, который постоянно на матчах. Вот с усами которые. Да? Девушка. Нет, вот туда вот. Вот туда, к будке. К будке. Друзья мои, ну просто видите, нас очень много. Разбегайтесь по местам, мы скоро будем фотографироваться. Андрес. Нет, это было не очень сложно. Но я предпочитаю играть в новом стадионе, который один из лучших в Европе. Но мы были очень много успехов против Кубан, поэтому было бы здорово играть против них. И я надеюсь, они вернутся, потому что дерби-дерби это лучший игрок, чтобы играть. Нам на стадионе Кубань было не тяжело играть, но я предпочитаю играть на нашем новом стадионе, на самом деле, потому что он один из лучших в Европе. И считаю, что против Кубани мы тоже сыграли достаточно много хороших матчей. И надеюсь, что эта команда вернется потом в премьер-лигу, потому что это дерби, это очень хорошо и интересно. Итак, у нас давайте еще тогда два вопроса, и мы будем уже немножко закругляться, фотографироваться. Так, смотрите, вот давайте вы спросите, да? И вот этот вот молодой человек, который с крашенными волосами. Хорошо? Вы меня слышите, да? Я не пропускаю ни одного матча, как только открылся новый стадион. Я приезжаю на каждый матч из Лазаревской. Это родина Сергея Николаевича. Нет, вы неправильно сказали. Вы должны были сказать, я приезжаю на каждый матч из Лазаревской. Это родина, сами знаете кого. Да, Сергей Николаевич. Я хочу вот пожелания, во-первых, конечно, всего самого-самого. Я знаю, что и у того другого подрастает новое поколение, чтобы вот такое же выросло новое поколение, как они. Это во-первых. Жаазиньо пожелание. Вот почему тебя, с тобой не продолжают контракт, я с опытом, я знаю. Потому что ты в последней игре особенно больше играл назад, чем вперед. Надо играть вперед. Понял? Только вперед. Все, он тонус воил, только вперед. Ну, у Крамписта практически нет никаких пробелов. Он играет прекрасно. И за сборную Швеции, и за Краснодар. Очень хотелось бы, чтобы была достойная замена. Но я об этом сомневаюсь. Вопросов у меня нет. Я сказал все свое. Спасибо большое, друзья. Только вперед, только назад. Ну, только вперед. Отлично. Давай вот этому вот молодому человеку. Да, да. А можно спросить такой вопрос? Я уверена, что еда в России и в Бразилии, и в Швеции отличается. И хотелось бы спросить, какое русское блюдо вам больше всего понравилось? Борщ. Спрашивай, Крашеный, давай. Спасибо. Это я в хорошем смысле. Красиво. Спасибо. Мой вопрос такой. Когда вы начинали только карьеру в клубе, вы думали о том, что появится вот такой невероятный стадион, то, что появится такой невероятно красивый парк, то, что вас будет поддерживать такое невероятное количество болельщиков. То есть вы будете по-настоящему популярны, знамениты, хоть даже и не в таком большом круге, как там во всем мире, но по крайней мере в России или в нашем городе. Вот. И что бы вы хотели бы пожелать клубу в дальнейшем? С самого начала первого года не так сильно был фанат, потому что есть другая команда. А когда мы завершили на 8-е место, и люди начинают приходить на наши матчи, и вот тогда я верю, что мы будем больше и больше, и всегда стараюсь с партилерами. И сегодня у нас болельщиков уже 30 тысяч в ходе. Я за клубу желаю всего-всего самого лучшего, самого удачного, и желаю, что быстро, что стану шампионом в России. Я знаю, что президент был построен новый стадион, но я не мог бы ожидать, что это было бы так хорошо. И этот парк тоже фантастический. И развиваться клубу, который я сделал, быть в России, это фантастический. И я надеюсь, что клуб будет продолжать результаты. И в конце концов, может, победить кубу и победу. Когда я сюда пришел, я знал, что президент уже строит новый стадион, но я не мог предположить, что он будет настолько великолепен, что парк здесь откроют. И я надеюсь, что клуб проделал большую работу, и надеюсь, что в будущем он будет продолжать расти и выиграть Кубок России и чемпионов. Аплодисменты, друзья. Но наш микрофон уже, я так понимаю, убежал. Да, убежал. Но, видите, людям надо в любом случае сейчас уже немножечко на покой отправляться, потому что строгий график. У нас же еще одна игра впереди. К огромному сожалению, к огромному сожалению. Теперь, друзья, давайте сделаем следующее. Давайте вот мы все кучеников вместе вот так вот соберемся, чтобы на этой фотографии... Нет-нет-нет, не здесь, не здесь, друзья. Вот там вот. Вот, да-да-да-да-да. Чтобы на этой фотографии не было только одного человека. Операторы давайте, корреспонденты давайте все сюда. Чтобы на этой фотографии не было только одного человека, которому не везет, потому что он сам фотограф. Выходи, 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 мы же договорились с вами. Нет, не будет никаких фотографий, ребят, ну, это не по-честному, пойдем, пойдем. Вы просто стойте и улыбайтесь, вы все попадете на фотоаппарат. Вот в центр, Желатик, давай, в центр, в центр, Андреас тоже в центр, в центр, в центр, и все стоим. Ребят, сейчас не подбегаем, чтобы фотография была, не подбегаем никуда, зачем вам это нужно? Итак, просто все улыбаются, там все улыбаются. Потом в интернете все вместе увидим, все вместе выложим, у всех будет хорошо. Давайте все фотографируемся. Стойте, 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 стойте. Здравствуйте, Андреас Даниеля. Итак, дамы и господа, давайте теперь все вместе, вот смотрите, вот туда вот отошли. Сейчас самый важный момент. Давайте, отходим. Спасибо! Спасибо! И, кстати, вы упрекали, давайте аплодисментами их наградим, давайте и завтра все вместе пройдем, и завтра все вместе, от ГОМУ. Давайте, 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 все. Все, 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 все. Ребята, все до свидания, до свидания. Российские и шведские цвета. Распишитесь, пожалуйста, с Андреем. Субтитры создавал DimaTorzok